Привет всем любителям эпошки, с вами Винч и сейчас мы немножко проанализируем недавно вышедший патч, который вышел буквально на днях, несколько изменений в игровой механике и соответственно вышел новый маппул, немножко проговорим про новые карты, которые добавились в этом маппуле. В целом, вышел новый патч, как я понял, на основе именно выхода третьей эпошки, про нее можно будет посмотреть там других видосов, может быть на канале Вандербраун, он довольно крутое видео выпустил, касаемо сравнения второй и третьей эпошки, но в данном конкретном видео нам это не так интересно, здесь конечно добавили довольно много всяких прикольных штук, много всяких интересных вещей, там канониров можно превратить в мышкетеров, остальные какие-то плюшки, 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 но нам для мультиплеера, наверное, наиболее интересные вещи, которые здесь есть, это какие-то изменения в балансе, которых, как я понял, здесь нет, хотя довольно странно, потому что разработчики назвали это довольно большим патчем, где-то я это видел, было прям написано, что-то прям огроменный, огроменный апдейт, да, вот, тип, крупное обновление, но, тем не менее, никаких конкретно баланс цивилизации они не поменяли, зато исправлены некоторые баги в геймплее, давайте быстро по ним пробежимся и перейдем к просмотру новых карт. Пофикшена проблема, где кресты, которые начинали работать до того, как изучена тачка или вторая тачка, не использовали этот апгрейд. Да, недавно выяснилось такой баг, что кресты, которые работали на фермах после изучения тачки не ускорялись, то есть они не двигались быстрее, пока вы не переслали их туда заново, то есть нужно было там, ну, в некоторых ситуациях, допустим, звонить в колокольчик, сразу выпускать колокольчик, и они, по сути, перенаправлялись на этот ресурс и вновь работали с ускорением. Но до этого этого не было, поэтому приходилось, многие даже топ-игроки стали очень поздно изучать эти апгрейды, потому что банально, ну, не понимали, работает он вообще или не работает. Вот, довольно важный, довольно важный пак, хорошо, что его пофиксили, теперь в этом патче таких проблем не будет. Перезапускал сценарий, где были включены VillagerForce Drop. В общем, я так понял, это касаемо какого-то сценария, что какой-то есть скрипт, который дропает крестьян и так далее, что больше оно там что-то не будет включаться, и, соответственно, тут не будет перезапускаться, когда рабочие кресты собирают какой-то другой рез. Ладно, там, видимо, какой-то именно сценарный такой триггер, вот, я конкретно не очень понимаю, о чем это. Вот это довольно интересный тоже баг, причем довольно интересно, что вы только сейчас пофиксили вообще, что он есть в ДЕ, потому что, как мне кажется, этот баг был уже в оригинале игры, то есть там очень часто случалась ситуация, когда, ну, ты собираешь, допустим, весь камень, ну, идеально, всеми пятью крестами, пять крестов добывали камень, и у тебя потом в какой-то момент что-то вроде 649 камней, и ты думаешь, блин, ты где я мог посеять этот камень, я ничего не вычинивал, ничего не делал. Это особенно было заметно, когда ты записываешь какой-то билд-ордер и вообще в целом не воюешь с оппонентом, вот, а камня почему-то не хватает, это, ну, как минимум, бесячно немножко. Вот, ну, тем не менее, прикольно, что это пофиксили, да, то есть теперь не будет никакого косяка, рез и все будут добываться, видимо, кто знает, вот, но, тем не менее, вроде как пофикшен должно быть хорошо. Пофикшена проблема, где здания исчезали, если поставить поделенную видимость. Я так понял, что это, да, campaign mission, то есть это из какой-то миссии, там исчезали почему-то здания, меня лично волнует баг, не знаю, почему на него не обращают внимания, что иногда ТЦ исчезает, ну, то есть ты можешь разведывать какой-то момент ТЦ, и я так понял, что если ты разведуешь какие-то определенные его тайлы, и потом он будет у тебя не в вижене, то ты его тоже видеть не будешь, то есть он в тумане войны, его не будет. Интересно, повлияет ли вот этот вот баг на вот эту вот проблему с ТЦшкой или не повлияет. Так, ну и последнее, что юниты в Land Battles, Art of War сценарио. Короче, да, это уже касается Art of War, а для мультиплеера, наверное, это какой-то нагрузки не несет, поэтому, по сути, всего два, может быть, два с половиной вещи пофиксили в игре, в большом апдейте, и при этом довольно мало чего сделали. Да, соответственно, АИшка тоже особо нас не интересует, но я так понял, там были какие-то проблемы с сильным АИ, что он где-то что-то тупил, где-то скрипт работал неправильно, сейчас нету этих багов, и, соответственно, можно будет, кстати, в ближайшее время, может быть, записать какой-то интересный видос, связанный с тем, как я играю 1 в 2, 1 в 3 против АИ, я так понял, он сейчас довольно жесткий, поэтому не забывайте подписываться на канал и следить за новостями, думаю, что в ближайшее время какой-то такой видос, может быть, и выложу. Ну и моддинг, соответственно, для тех, кто любит всякие там сценарио-креаторы и так далее, и делать моды и так далее, в общем-то на это все можете тоже обратить внимание, посмотреть. Хорошо, ну помимо вот этого обновления, как и всегда, довольно часто сейчас происходит в эпохе, добавили некоторые новые карты в Map Pool, то есть раньше они были совсем другие, сейчас вы можете увидеть их на экране, Арабия, Архипелаг, Арена, Гослей, Голден Питт, Гамбургер и Фор Лейкс. Я думаю, что для большинства из вас здесь должны быть незнакомые карты, это Гамбургер и Архипелаг, ну не знаю, с Архипелагом, может быть, кто-то до этого уже знакомился или нет. Давайте, наверное, сейчас откроем эти две карты и поговорим прежде всего про них, какие цивилизации на них преобладают и в целом какие стратегии, как лучше играть эти карты. Начнем, наверное, с Архипелага. Ну, в целом, я думаю, это более такая стандартная карта, которую большинство из вас уже видели, но, тем не менее, не очень понятно, что это конкретно будет. В общем, Архипелаг — это, по сути, такой вот полукружный остров. Да, лучше смотреть, наверное, это все по миникарте. Такой полукружный остров с небольшим таким перешейком, то есть проход между игроками есть всегда, как я понял, и довольно большим количеством рыбы вокруг этого острова. Также в центре, вот, кстати, интересно, здесь заспалнился один остров. Когда я генерал ее в другой раз, тут заспалнилось два острова, то есть один был камень золота, на другом были тоже камень золота, то есть было именно два острова. Соответственно, в этом варианте заспалнился только один из остров, тоже довольно странный момент. Но, тем не менее, играть ее советую больше как острова. Очень много здесь решает именно от разведки, то есть знать, где у вашего оппонента находятся доки и все, что с этим связано. Довольно важно это знать, потому что в зависимости от этого, потому что от этого будет зависеть выбор вашей стратегии, построите ли вы доки на бэке, насколько агрессивно рано нужно будет заказывать фаер, или вообще заказывать не фаер, а заказывать сразу галеры, потому что фаеры не успеют доплыть. Ну и, соответственно, выбор самого позиционирования дока, то есть иногда можно поставить его на форвард, обманув своего оппонента, который подумает, что доки на бэке, как здесь чаще всего, скорее всего, будут ставить. Ну и наоборот, какие-то такие приколюхи можно делать. Из-за того, что я заметил, что почти весь лес отбивается с воды, то есть очень сложно добывать на самом деле именно лес на этой карте. Понятно, что расположить галеры, допустим, вот здесь и вот здесь довольно сложно, то есть, ну, это довольно большое расстояние, нужно проплыть. И мобильность у флота, может быть, здесь не такая хорошая, но если вы по итогу выигрываете воду, здесь как-то камбэкнуть с земли очень сложно. То есть тут нужно прям реально рано добывать камень, ставить какие-то вышки, замки, если вы хотите как-то камбэкнуть. Так что советую на ней играть в воду, подваливаться и обязательно ставить им посты. И скаутом здесь довольно близко олени, на самом деле, находятся частенько, да? Хотя, да, здесь сейчас зебры далеко, а у этого игрока... У этого игрока зебры тоже довольно далеко, интересно. То Диеса спаунил там, у обоих игроков были близко зебры. Тем не менее, здесь я советую скаутом пораньше, ну, то есть разведали примерно, где хотите док поставить, и пораньше бежать к оппоненту, смотреть, где он будет док ставить. Мне кажется, что вот инфа по тому, где у оппонент находится док, очень много здесь дает. Вот. По цивилизациям советую викингов, наверное, они очень сильные, потому что здесь скорее именно стреляющий флот решает, не столько фаеры, потому что это вам, ну, не совсем острова, и всегда есть возможность поставить супер бэкдог, то есть он будет реально на бэке, туда будет сложно приплыть, там будет много рыбы, и там можно хорошенечко отфишбумить. В общем, я бы посоветовал, наверное, прежде всего викинга на эту карту, мне кажется, он же очень жесткий здесь. Возможно, соответственно, если будут часто брать викинга, можно где-то как-то закрывать кого-то португальцем. Тоже прикольная цива, но мне кажется, что здесь до пост-эмпа, так как на островах доходить не будет, поэтому Фейторий здесь не очень удастся заюзать, то есть сам бонус португальца, да? То есть играть одними каравеллами, ну, можно, но мне кажется, что это не мейн, не мейн-идея здесь. Вот, поэтому викинги я бы брал в первой катке точно викингов. Думаю, про архипелаг все, если у кого-то какие-то вопросы будут, пишите в комментарии, я с удовольствием на них поотвечаю, попробую объяснить, что как лучше делать. Поехали, следующая карта, которую посмотрим, это у нас будет гамбургер. Гамбургер я сам играл очень-очень давно, вот, в ближайшее время его нигде не лаунчил, не смотрел вообще, как они выглядят, ничего там довольно интересного сейчас, сколько там ресов, и вообще, что он из себя представляет, давайте смотреть. Да, ну, как, собственно, в целом я и знал, и предполагал, есть вот один большой листочек в серединке, довольно, кстати, вот интересно сейчас заспаунилось, как же вот этому игроку далеко идти до леса, а здесь-то находится где-то либо вот здесь, либо вот здесь, вот здесь, наверное. Здесь, ну, намного ближе идти, но такое ощущение, что у него меньше сам по себе остров. Ладно, в общем, гамбургер, да, такая вот водичка вокруг с большим количеством рыбки, в центре лес, который простреливается башнями, то есть любая башня вот отсюда сможет отбить лес с противоположной стороны. Ну и давайте по еде, вообще, да, когда мы играли, было очень большое количество еды на этой карте, сейчас они сделали стандарт, как я понял, 4 оленя, 2 каба, побольше овец. В общем, ну, на этой карте очень жесткие всегда были монголы, довольно рано я здесь советую закрывать, причем, ну, могут быть здесь стратегии, где вы закидываете креста, там, да, где-то здесь строитесь. Я это делать не очень советую, потому что скаут, как правило, здесь начинает бездействовать в какой-то момент, ну, то есть в раннем, в поздней тьме, в раннем феодале, поэтому начинает здесь бегать по всей вот этой вот территории и в любом случае заметит ваш форвард. Поэтому закидывать вела здесь не советую. Да, лес идем, конечно, добывать в центр, даже я бы сказал, что вот этот лес лучше сэкономить, оставить его на поле, позднюю стадию игры, на случай, если вдруг что-то пойдет не так, и вам отобьют центр, и вы проиграете центр, сможете камбэкнуть отсюда. Ну и, кстати, мы играли эту карту, когда не было возможности переплывать в темные эпохи. Я вот сейчас так задумался, может быть, здесь не очень важно даже драться за этот центр, то есть вы можете через док сделать там парочку рыбацких и уже на ранней стадии с тьмы начать перебрасывать крестьян, что тоже довольно интересный мув. Ну, то есть перебрасывать их на внешнюю сторону и уже там добывать лес. В общем, карта довольно гибридная, наверное, благодаря вот этой функции с темной эпохи монголы здесь не такие жесткие, то есть монгол, сара, все не такое жесткое. Советую брать цивилизации, которая темповая именно по воде, то есть мне кажется, что именно вода здесь будет решать, не вот этот центральный лес. При этом советую брать не циву с галерами, то есть это не викинг, потому что здесь его будут окружать постоянно, эти галеры на ранней стадии просто не дадут намасить. Поэтому из хороших цив итальянцы, то есть я думаю, это наиболее такая метовая цива здесь. Итальянцы, прикольно под фастым, если у вас тут какие-то кассл дропы будут по центру, еще что-то, прикольно заходят итальянцы, и возможно малайцы тоже довольно интересные цивы здесь, за счет более раннего апа. Может быть португальцы в каком-то плане, но португальцы, наверное, здесь по эко не вывозят. Ну вот малайцы, итальянцы, давайте, что там еще есть фаерное? Ну виза, кстати, может быть, да, то есть тут довольно много еды, олени почти всегда можно подогнать, здесь довольно рядом прибрежка, ну довольно часто всегда хороший док можно построить, и если за визу справитесь с экономикой, то можно визу еще брать, мне кажется, тоже интересная цива. Вот, ну а так в целом, советую подволивать центр, подволивать края, где-то 6 крестьян на лес в начале, делайте такой полуфишбум, где-то после 2-3 рыбацких заказывайте транспорт, и под свой ап в феодальную эпоху начинаете перевозить крестьян. То есть нужно, чтобы транспорт сделался в момент, когда вы уже доберете нужное количество еды, сможете нажать переход, в этот момент пойдете на транспорт, и выходите на лес. Вот, ну и играйте чисто в воду. Если вас здесь отбивают, можно поставить какую-то контр-вышку, просто чтобы оппоненту тоже какой-то урон нанести, заставить там поперестреливаться, еще чего-то. Ну заставить, может быть, камень подобывать, то есть если вам поставили вышку, иногда можно просто пойти в сторону, поставить лесопилку где-то в стороне, и если он поставит вторую, это значит, что он вышел на камень. То есть, ну это тоже будет довольно хорошее вложение, и как раз ваши кресты тут далеко ходить не будут. Выгодно, наверное, второй лес, после того, как вам первый отбили, здесь еще поставить. На внешнее кольцо Воюем на воде И стараемся занять именно воду Кажется, что это приоритетная стратегия на этой карте Ну и как я уже сказал, не забываем орлом чекать Чтобы, ну орлом скаутом чекать Чтобы никто к вам сюда не забегал И не строил какие-то здания И не высаживался Ну насчет высадки, мне кажется, здесь тоже такая специфичная штука Потому что высадиться на внешнее кольцо сложно Ну то есть тут воды мало Довольно часто ваш транспорт заметит А высаживаться вот сюда тоже большого смысла не имеет То есть если вы будете грамотно перебрасывать крестьян То большая часть экономики у вас будет на воде И на внешнем кольце Вот, думаю, что вот такое вот Вот так вот вкратце можно рассказать вам про гамбургер Что-то еще хотел затронуть в этом видео Касаемо нового патча Что, как играть? А, точно, командные карты же еще есть Давайте посмотрим, что там в командных поменяли Также стояли Тимайланд, Блэкфорест, Арена Это мы в целом все знаем Юкатан, Номат, Сиренгити, Акрополь и Степь В общем, особо здесь, да, ничего не поменяли Все карты довольно популярно известны Думаю, что большинство из вас про них знают Вот Акрополь, интересно, кстати, спауниться командный или не командный Я думаю, что не командный, да Судя по тому, какая здесь картинка То не командный, у каждого своя высота В целом это играется стандартно То есть вот это играется как Арабию Степь это что-то вроде Ленки Типа Номата То есть ты стартуешь, по-моему, без ТЦ Там довольно много оленей То есть ее тоже нужно играть агрессивно Я советую играть ее с Фиода То есть, ну, минимум три игрока должны играть в Фиоде Если вы играете 4 в 4 Вот, один игрок, соответственно, может сделать ВК Но лучше играть двум игрокам скаутов Двум игрокам лучников именно И пытаться как можно раньше апнуться именно в Фиод Ну, Аренка, понятно, все знают На Тим Айланс я бы советовал одному лендить Всем остальным играть в Воду Там что-нибудь типа Викинг Португалец Бербер Кто еще есть? Итальянец Какие-нибудь такие Малаяц Вот такие 4-5 цифр брать Там уже миксится В зависимости от вашего стиля Ну, Бэй все знают Арабию все знают Юкатана, кстати, довольно волерская карта Но в ТГ она бывает довольно дисбалансная И там нужно воевать за ключевые какие-то позиции и места Вот Малаяц довольно интересный за счет доков То есть, на Юкатане довольно много вот этой вот речек, рыбы и озерец Как раз которых не нужно иметь сильный флот Потому что они между собой часто бывают не с коннекчены Но при этом какие-то доки могут очень классно здесь зайти Ну, Серенгити больше как Арабия, я думаю, даже вообще здесь никаких отличий нету Разве что более сильные монголы и менее сильные франки Да, просто потому что, по-моему, там нет ягод, ну или их мало Ну и при этом много охоты То есть, более такие темпово-открытые цивы преобладают на Серенгити В целом, наверное, это все По картам 1 в 1 Golden Pit Goose Lake тоже знаете 4 Lake добавили, давно ее не было Ну, здесь, как всегда, японцы доминируют Гунны, может быть, какие-то итальянцы Может быть, даже персы, кто любит перса Малайцы, естественно, одна из Ну, малая японцы, топ-1 цивы, там, если их любите То можете играть ими Хотя я, кстати, сегодня в рейтинге взял именно на 4 Lakes Кельта Сделал Хон Краш Он на ура просто зашел То есть, что-то вроде Драж Параллельно Док На все хватило Плюс ФК Куча ментов Можно было в Тиме побольше ментов сделать Вот, ну и, соответственно, после ФК Кони, Таран и Скорпы И все просто сметается Даже византийских зданий я сломал за секунду В общем, играйте в рейтинге Пишите комментарии, пишите вопросы Буду рад на них ответить И наслаждайтесь эпохой Империи Всем спасибо и до следующего видео Субтитры сделал DimaTorzok